Представьте, что у вас есть 42-дюймовый OLED-телевизор. Что если одним нажатием кнопки вы сможете сделать его изогнутым, чтобы обеспечить более захватывающие впечатления во время игры? И это именно то, что и представляет собой LG OLED Flex. Сгибаемый 42-дюймовый OLED-телевизор, который был представлен южнокорейским брендом на выставке потребительской электроники ИПО 2022 в Берлине. Как следует из его названия, LG Flex можно настроить как идеально плоский экран, так и изогнутый до максимального радиуса 900R с 18 ступенями регулировки между ними, что позволяет оптимизировать степень кривизны в зависимости от расстояния просмотра и сценариев использования. Просмотр фильмов и определенных спортивных состязаний это, по сути, расслабленное положение, когда вы сидите подальше от телевизора. Поэтому, вероятно, лучше всего выбрать плоский экран. Хотя бы для того, чтобы избежать геометрических искажений. Например, линии на футбольном поле останутся прямыми, а не изогнутыми. Однако при игре в видеоигры, многие геймеры, особенно те, кто играет на ПК, сидят гораздо ближе к экрану, в результате чего боковые стороны изображения оказываются дальше от глаз, чем центр экрана, что приводит к размытости периферии. На таких близких расстояниях изогнутый монитор позволит вам держать в фокусе абсолютно весь экран, поскольку фокусные расстояния от краев или центра экрана до ваших глаз будут почти одинаковыми. И прелесть LG Flex в том, что степень кривизны можно очень четко регулировать. Так что, независимо от того, где вы сидите, вы сможете оптимизировать степень кривизны относительно ваших глаз. В отличие от обычного телевизора или изогнутого монитора, где вы должны сидеть на определенном оптимальном расстоянии, чтобы сохранить фокус всего экрана. Само сгибание и разгибание осуществляется скрытым внутри подставки двигателем вместе с двумя рычагами, которые толкают и тянут гибкую OLED-панель до нужной кривизны. В результате LG Flex нельзя повесить на стену. Но, по крайней мере, это моторизированное решение более элегантное, чем ручная регулировка, необходимая для ультраширокого монитора Corsair Xenion Flex. Заметьте, что когда вы выключаете LG Flex, он переходит к конфигурации плоского экрана. Однако, при включении он должен вернуться к последним сохраненным настройкам кривизны, что является дефолтным поведением из коробки. LG Electronics разработали свой OLED-флекс, чтобы он хорошо функционировал и как телевизор, и как монитор. Как телевизор он имеет встроенный TV-тюнер, а также WebOS с полным набором стриминговых сервисов. Не говоря уже о WRGB OLED-панели с технологией EVO, как у 42-дюймового LG C2. Когда LG OLED-флекс выйдет на рынок в конце этого года, надеюсь, что к тому времени все используемые OLED-панели будут WBE. Также имеется 40-ваттная акустическая система с оптическим выходом и выходом для наушников. В качестве игрового монитора LG OLED-флекс предоставляет настройку высоты и наклона, в дополнение к вышеупомянутым регулировкам изгиба. А в прилагаемом пульте Magic Remote есть специальная кнопочка, позволяющая напрямую регулировать кривизну экрана. Как и многие игровые мониторы, LG OLED-флекс оснащен разноцветной светодиодной подсветкой сзади вдоль подставки, которую можно настроить по своему вкусу, чтобы придать игровой обстановке особую атмосферу. В остальном, телевизор LG OLED-флекс имеет те же характеристики, что и 42-дюймовый LG C2. Четыре порта HDMI 2.1 с полной пропускной способностью 48 ГГц позволяют играть в 4К 120 ГГц даже в формате Dolby Vision. Поддерживаются все три основных формата VRR, а именно открытый стандарт HDMI Forum VRR, FreeSync Premium и совместимость G-Sync. Вы можете активировать HGIG, чтобы избежать двойного тонового отображения в HGIG совместимых HDR-играх. А по результатам нашего тестирования, OLED-ы от LG всегда имеют наиболее хорошо реализуемую поддержку HGIG. С помощью Magic Remote могут быть вызваны игровая панель и оптимизация игр, позволяя вам быстро отрегулировать настройки игры, настройки изображения и звука на одном экране. Также имеется встроенная поддержка облачного гейминга, такого как Stadia и GeForce Now, поэтому вам даже не нужна игровая консоль или ПК, чтобы начать играть, что является преимуществом, которого нет у большинства мониторов. Помимо возможности мультиоконного просмотра, изображение на экране может быть изменено и уменьшено до 32 или 27 дюймов, а благодаря управлению яркости на уровне пикселей в технологии отображения OLED, окружающее пространство останется черным. Возвращаясь к возможностям подключения, некоторые ПК-геймеры могут быть разочарованы отсутствием дисплей-порта на LG OLED Flex. Компания обосновала это упущение тем, что пропускная способность HDMI 2.1 48 гигабит в секунду превышает пропускную способность дисплей-порта 1.4 32.4 гигабита в секунду, а целевая аудитория LG OLED Flex все же включает и консольных геймеров. Несмотря на большое сходство с 42-дюймовым LG C2, ключевым отличием Flex OLED является покрытие экрана, которое снижает отражение примерно на 25% больше, чем у LG C2. Благодаря гнущемуся OLED-экрану, который полностью моторизован, LG OLED Flex является одним из самых революционных дисплеев, которые мы видели в последние годы, особенно если принять во внимание самоизлучающие преимущества OLED, такие как настоящий черный, живые цвета, широкие углы обзора и почти мгновенное время отклика пикселя. И поэтому LG OLED Flex получает нашу награду «Лучший на IFA 2022», обойдя все остальные дисплеи, которые мы видели на выставке потребительской электроники. Что касается наличия, то начало поставок LG OLED Flex запланировано на конец этого года. Цена пока не объявлена, но я предполагаю, что он должен стоить дешевле, чем Odyssey Arc от Samsung. Если вы не можете долго ждать или много платить, 42-дюймовый LG C2 и QD OLED монитор LMW все еще являются отличными вариантами для игрового монитора. Чтобы помочь вам решить, какое из них купить, я сделал сравнительное видео LG C2 и QD OLED монитора LMW, которое вы можете посмотреть, нажав здесь. Субтитры сделал DimaTorzok